Пакет, целлофановый мешочек, чек и коробка от сока. Именно такой мусор разглядел административный контроль Комитета городского хозяйства под крыльцом магазина «Белочка». 24 декабря сотрудник КГХ проводил проверку и остался недоволен качеством уборки. Я делал уборку как раз вот на этом углу крыльца. И вот парень стоял там на крыльце, он давал мне типа «Ты там убери, там». Я говорю, не надо мной командовать. Он, извиняюсь, вот так сказал. Он, где тебе сказал, там и будешь убирать. Но я подскочил, меня возмутило. Я говорю, а за что меня так? Обзываешь-то? Я как раз выходила на балкон капусту набирать. И в это время услышала шум, крик, как этот молодой человек. Я даже не поняла, что это представитель власти. Я поняла, что это какой-то субъект, который прорывается там, значит, магазин. В общем, он обозвал его матерными словами и еще пообещал дать в морду. Значит, и будешь убирать там, где я тебя заставлю. Но поскольку у меня там дома находился маленький ребенок, я не могла выйти тут поприсутствовать. Но словесной перепалкой конфликт не закончился. Старший продавец была вынуждена вызвать охрану. И вот начал прям толкать Юрия Алексеевича. Здесь я прям побоялась. Я побежала в магазин и нажала на кнопку. Приехали с охранного агентства. Тот стал возмущаться. Он прям вот так вот Юрия Алексеевича взял, аж прям за грудки. Ну это что такое-то? Он тоже стал это... Вот здесь он что-то корочкой начал, помню, махать. Ну это вообще. И корочкой махал-махал. Потом начал это... Отошел так в сторону прямо. И ему прям Юрий Алексеевич чуть ли не на ухо там начал ему, видимо, угрожать. Меня возмутило, почему себя муниципальный служащий так ведете. Я говорю, как это такое, что... Извините, если я в форме рабочего, значит мне обзывать можно мордой пить. В ответ я тоже ругался там на него. Я, ну не знал вначале, что муниципальный служащий. Я думал, что тоже какой-то там, ну, нехороший человек. Себя я тоже ответственность не снимаю. Я думал, принесем обоюдные извинения, на этом дело все закончится. Ну тут отношения выливаются в деньги. Сотрудник комитета городского хозяйства, в свою очередь, вызвал полицию. Уже в участке мужчины написали друг на друга заявление. 3 февраля, больше чем через месяц после перепалки, Владимир Мушталев, тот самый сотрудник КГХ, составил протокол и доложил, что кроме мусора на территории магазина были наледь и снег. Через несколько дней административная комиссия советского района рассмотрела дело. В четверг вот сейчас, вот в этот четверг пошли, административную комиссию в 3 часа. Я думаю, объясню комиссию, из-за чего получился конфликт и что там на самом деле. Ну, председатель комиссии вообще слушать не стал, меня попросили выйти. В общем, Марина хотела документы представить, тоже не стали никакие документы у нее смотреть. Сразу выписали штраф, тут же 50 тысяч рублей, а за что, извините, пожалуйста. Этот участок, выделенный на тротуаре против Белочки, всегда убирается. А остальные, там вот аптека стала недавно убираться, а дальше вообще никто не прибирает. Вот остановка, тут тоже надо, менталитет наших людей. Где-то с кармана вот эти вот талончики бросают, еще что-то. Ну, бывает такое, но сразу, как правило, убирается. Вот можете сто раз хоть день проходить и относительно чисто будет. Это я за это кручаюсь. Из-за обоюдных жалоб и еще раз выслушать стороны конфликта должны были сегодня в администрации Советского района. Но совещание отложили. Почему перенесли заседание? Так, ну, сейчас руководители совещания, руководители администрации Советского района. Поэтому, как бы, перенесли данные совещания, видимо, на завтра, я так понимаю. Мы, в свою очередь, будем следить за развитием событий и попытаемся получить ответы от городских чиновников. Аюна Чертарова, Александр Хмаганов, первая, альтернативная.